Новый год Время чудес и исполнения желаний Сказочная пора, когда верится Впереди только лучшее, а все плохое позади Вот и жители когда-то процветающего поселка Хальмирью На Урале новогодний праздник 94-го Встречали, как всегда, весело в любимом доме культуры В надежде, что Хальмирью еще будет жить А их семьи ждет счастье В белоснежной и бесконечной долине снега и ветров А уже новый 95-й год Жители Хальмирью встречали кто где Раскиданные по всей стране Переселенцы с севера Некоторые сжигали свои дома, чтобы не достались мародерам Прощай, хата Это можно считать, что начался наш Новый год Последние жители покинули этот Третий край Тогда никто не мог и подумать, что Хальмирью уже через несколько лет Пополнит список самых жутких заброшенных поселений страны Сегодня здесь военный полигон Пребывание на его территории опасно для жизни Но это не останавливает туристов Которые съезжаются сюда с разных городов страны И публикуют свои походы по руинам во всемирной паутине Да, ребята, вот это я вижу в первый раз Посмотрите, как переделали наш отечественный УАЗик Эти путешественники – жители Санкт-Петербурга Для них такой транспорт в диковинку Да и все, что вокруг – тоже Но впереди их ждет куда более незабываемое зрелище Конечный пункт в 70 километрах к северо-востоку от Воркуты Дороги, как таковой, здесь нет Можно проехать лишь на вездеходах по насыпи бывшей узкоколейки Да и та местами размыта Здесь и находится поселок-призрак Хальмирью Каждый свой шаг туристы снимают на камеру Для зрителя это виртуальная экскурсия с комментариями за кадром Вот он у нас на горизонте, заброшенный поселок Хальмирью А это градообразующее предприятие этого поселка Угольная шахта Здесь в 1942 году, в суровое для нашей страны время, были открыты месторождения угля Для тех, кто видит подобную картину впервые, развалины, руины, пепелище Вспоминаются жуткие картины войны От одного вида мертвых зданий мурашки по коже Вокруг бесконечная безмолвная тундра На самом деле, в пустоте домов, квартир, в тишине детских садов и школ навсегда застыли И словно повисли в воздухе отголоски прошлого Здесь частица души каждого, кто жил, родился, работал в поселке И кому пришлось бросить родной дом Угольные пласты на реке Хальмирью партия геолога Иванова открыла летом 1942-го Тогда враг стоял у ворот Кавказа Рвался к Великой Волге В его руках был угольный Донбасс Новые разработки на севере оказались очень кстати Но суровая здешняя природа будто не впускала в свои владения Партию геологов на Хальмирью оторвало от мира бездорожье Они чуть не умерли от голода Их пытались отыскать на оленях, но даже животные не выдерживали Из сотни выжили 14 Ученых спасли только зимой Лыжники из Воркуты Хальмирью – вновь открытый район богатейших залежей, ценного коксующегося угля А владеть им очень трудно Но разве трудности когда-нибудь пугали большевиков? На освоение Крайнего Севера в Советском Союзе не жалели ни денег, ни человеческих ресурсов Сложную в условиях сурового климата задачу упрощало соседство Воркуталага С его бесплатной рабочей силой Несколько лет каторжного труда и посреди вечной мерзлоты появился остров жизни Хальмирью действительно поражает даже северян своей удивительной безжизненностью Но когда идешь по уютным улочкам небольшого горняцкого поселка Где теперь живут и трудятся представители почти трех десятков национальностей нашей страны Когда видишь спешащих тебе навстречу нарядных посельчан То как-то забывается близость сурового океана и отдаленность от Воркуты Потому что люди превратили эту холодную и безжизненную пустыню в настоящую долину жизни Тундра покорилась человеку, но ненадолго Две шахты выдавали небольшой объем угля Сначала 250, потом до 1000 тонн в сутки В сравнении, например, с шахтой-гигантом Варгашорская показатели были на порядок ниже Сложное геологическое строение делало добычу очень тяжелой Себестоимость хальмирьюзского угля была самой высокой во всем СССР Но зато из ценнейшего угля на Череповецком и Новолипецком металлургических комбинатах Выжигали лучший в мире кокс для выплавки высококачественной стали В те незабвенные времена шахта жила нормальной советской жизнью Полной энтузиазма и трудовых побед Передовой труд с 8-килограммовым отбойным молотком На почти отвесном угольном пласте Оценивался родиной, орденами шахтерской славы трех степеней И иными правительственными наградами Отечество щедро благодарило хальмирьюзцев за тяжелый самоотверженный труд Об этом в своем фильме рассуждает и путешественница из Санкт-Петербурга Представляя, как хорошо здесь было людям Маселок был снабжен электроэнергией, канализацией, холодным и горячим водоснабжением Ну и надо сказать, что тянули сюда, по-моему, 60 километров коммуникаций Из Воркуты Это было, конечно, безумно дорого Но тогда советское государство на освоение севера денег не зелело В 80-х годах заработок шахтеров на севере составлял где-то 1600 советских рублей Сами понимаете, что эта сумма очень приличная В то время как рядовой инженер получал 120, 130 и в лучшем случае 150 рублей Соответственно, люди здесь были попросту счастливы Действительно, в поселке было все, что нужно для полноценной жизни Прилавки ломились от язв, работали парикмахерские, ресторан, дом культуры, даже профилакторий Летом школьников направляли в пионерские лагеря, а рабочих в приморские санатории Хлеб ели из местной пекарни, мясо здешних сфеноферм Для детей были спортивные секции, кружки, музыкальная школа А в мороз домашние задания диктовали по радио Протяженность улиц городка составляла почти 20 километров Буквально островок счастья посреди тайги Вот воспоминания некоторых жителей поселка В 70-е годы это был островок реального развитого социализма в СССР Я, ребенок, искренне верил в то, что говорили по телевизору про нашу социалистическую родину Потому что окружающая меня реальность соответствовала тому, что декларировалось на страницах газет из трибун съездов В поселке было отличное снабжение Бытовые, коммунальные, культурные условия были ничуть не хуже, чем в крупном городе на большой земле Я, например, во втором классе ходил в балетную студию А какие были отношения между людьми? Доброжелательность, приветливость, взаимопомощь Все это были для нас естественные отношения Двери в квартиры практически никогда не запирались В поселке не было милиционера Приезжал участковый из города по пятницам на два часа Я, например, скучаю по свободе, которая была в поселке повсеместно Можно сравнить наш поселок с Диким Западом Просторы, где человек ощущал себя венцом природы и вершителем своей жизни Где все возможно, но иногда очень опасно Это был вкус самой настоящей жизни И если я поеду в Хольмерью, то, наверное, основной причиной будет вспомнить и испытать еще раз все ощущения настоящей, непластиковой, даже где-то первобытной жизни Поговорить с духами предков, которые превыше всего оценили свою личную свободу и свободу вообще В лучшие годы здесь жили больше 7 тысяч человек И даже всем известный российский певец, наш земляк Валерий Леонтьев провел в рабочем поселке несколько лет своего детства В 12 лет мы оказались волею судьбы в поселке Хольмерью Отец каким-то образом нашел себе работу, но не в этом, не в горно-шахтном хозяйстве В те годы, когда я жил, там тоже была мертвая зона Зона, самая настоящая зона, где сидели заключенные И когда я шел в школу, и школу именовать эти зоны было невозможно Мама мне всегда давала мешочек, такой сверток, в котором обязательно был чай, сахар, печенье, хлеб И я должен был перебросить через забор зоны, ну чтобы кто-то что-то мог там взять это и съесть Взрослые боялись этого делать, потому что могло быть это наказание, ну а детей что возьмешь Хольмерью должен был стать городом, промышленным центром севера Но этого так и не случилось Сегодня поселок больше напоминает кладбище былой роскоши Своё название Хольмерью поселение получило от местной реки В переводе с ненецкого и коми языка Хольмерью означает река в долине смерти Ненцы, кочевые оленеводы считали, что это священное место для захоронения И селиться здесь опасались Что же случилось с рабочим поселком, где каждый трудился на благо своей родины Где люди чувствовали себя вполне комфортно Магические силы древнего Урала, духи местных аборигенов, злой рок Или пресловутая перестройка, которая разрушила на своем пути не одно предприятие и сломала немало человеческих судеб Что превратило процветающий городок в долину смерти Угольное месторождение Хольмерью был действительно ценный Однако, кроме как вручную, отбойным молотком его добывать не получалось Просчеты проектировщиков привели к тому, что уже в первые годы потребовалась реконструкция шахты Запасы верхних слоев недр оказались незначительными В 70-х разработали второй горизонт залегания В последние годы шахтеры дорабатывали запасы третьего на глубине 190 метров под землей Дотационная шахта требовала огромных расходов Новые разработки уже не велись Приказ объединения Варкута уголь от 21 июля 1993 года О ликвидации из бычных участков поставил точку в биографии шахты После нескольких месяцев тревожного ожидания Судьба работников шахты, да и всех жителей поселка была решена однозначно Переселение в южные районы страны с предоставлением жилья и оплатой переезда В канун нового 93 года постановлением правительства страны поселок закрыли как нерентабельный 1539 семей, больше 4000 человек остались без работы и каких-либо перспектив У многих были только шахтные специальности, а еще профессиональные заболевания, а то и инвалидность В Варкуте в те годы под угрозой закрытия были еще 4 шахты, поэтому в город переехали только 49 семей Сколько вы прожили в Холмире? Здесь 21 год Все это время работали на шахте? 17 лет на шахте, 3 года я служил здесь матросом, тут точка есть, здесь служил А сейчас куда уезжаете? В город Тверь У вас большая семья? Да, четверо детей, ну и мы с женой Грустно расставаться, наверное, в Холмире? Хоть платье, еще вот в огонь загружаем, а я не верю Так уже привыкли В то, что Холмирю не будет, не верилось до последнего Ведь за годы десятой пятилетки в поселке выросли 13 новых домов А некоторые и вовсе еще строились, их так и не заселили До 1 октября, вероятно, они все должны покинуть поселок Я думаю, что котельная в новом отопительном сезоне уже не должна работать Не будет работать, да, будет ликвидирована Поэтому жители, безусловно, должны уехать И я думаю, и хочу сказать вот тем жителям, которые что-то в личном плане Не доделали или не торопятся То им бы надо, по крайней мере, так все пооперативнее 70 разных городов приняли переселенцев в Холмирю Кому-то повезло, переехали сразу Но в умирающем поселке еще оставались сотни семей Которым жилье не давали Или их новые квартиры находились в недостроенных домах Не было желания остаться в Оркутсе, в Коми В Оркутсе, только в Холмире Почему так получилось, что вы так долго задержались? Ну, квартиры сначала, не были готовы квартиры Она же как, вот это самое, обещают Вот квартира, а пока идет стройка, дом-то не доделывается Я говорю, куда уедешь? Заставляют выписываться Заставляют выписываться А там уже не прописываешь, потому что дом не готов И ни на биржу не устроюсь, никуда нельзя Пенсионер, его деваться вот некуда Чего в общежитии сейчас, где жилищные условия Не, в общем, не, как говорится, не благоприятные условия Выселяли многих принудительно, сажали в поезд и увозили с родной земли 30 октября 1995 года прекратил свое существование поселок Холмирью В тот день уехали на юг его последние жители И когда стихли голоса, замолчало радио и отстучали колеса На сиротейшие улицы опустилась правозданная тишина Правда, здесь она превратилась в зловещий символ смерти Это было первое в стране закрытое угледобывающее предприятие На программу ликвидации и переселения Холмирью Было предусмотрено, по некоторым данным, 47 миллиардов рублей в ценах 1993 года В действительности же потратили почти на 100 миллиардов больше Несвоевременное финансирование привело к срыву графика переселения И дало возможность для множества махинаций В 1996 Холмирью уже не числился в списке населенных пунктов Здешние шахты засыпали Как вы думаете, это все уже навсегда, вот, брошено, покинуто И уже жизни здесь никогда никакой не будет? Вы знаете, я так думаю, пожалуй, что здесь, наверное, ничего уже не будет Я в последнее время много проехал регионов По Сахалину и по Колыне, я всю Колыму объехал в этом году Конечно, сердце крови обливается, когда смотришь новенькие предприятия с иголочки Новенькие построенные поселки, вот они стоят буквально в таком же вот виде, как сегодня Наш поселок Холмирью, люди оттуда уходят С северов уходят люди Дорог север пока для России, неподъемен И, видимо, на север нужно возвращаться еще раз Но возвращаться уже на других каких-то рыночных условиях На условиях окупаемости, естественно А в начале 2000-х, пусть закрытый, но все равно по-прежнему любимый Холмирьюстцами поселок Стал военным полигоном Пымбой Вот руины Холмирьюстцкого Дома культуры Здесь вот были такие большие стеклянные окна Здесь был такой светлый, соответственно, зал Возможно, здесь проходили новогодние утренники для детей И не только утренники, дискотеки, концерты Это был культурный центр поселка До сих пор здесь находят то, что прежде было частью Обустроенного быта работников культуры Вот и та самая вывеска с последнего новогоднего карнавала А вот тут была гардеробная, мы раздевались Вот тут была карта Нам продавали билеты в кино А тут где-то у нас костюмерная была Ой, слушай, вон бутсык, ботинок, я в нем танцевала, он белый Еще где-то были красные В фойе на втором этаже Тут сцена была Где вода башня поселка словно до сих пор стоят на посту Хорошо сохранившиеся высотки бесстрашно штурмуют туристы Ведь сверху открывает величие бескрайних просторов тундры В которые нельзя не влюбиться Музыка Мертвый поселок как-то не вписывается в первозданную красоту севера А вот такой же вид, но 20 лет назад Поселок Холмирию Пожалуйста Товарищи, пожалуйста, сделаю тебе прозрение Поселок Холмирию На высоте 3000 метров Так, вот у нас школа Вот больница Вот постсовет А вот телецентр МТВ Ресторан «Белой ночи» Сегодня уже никого не накормит В бывший детский сад не придут дети От постсовета остались только ступени крыльца Школа 36 еще стоит Но звонков в ней уже давно не слышно Вот этот родной Спортзал Ох О Запах Запах спортзала Запах остался, кстати, да Пахнет спортзалом, действительно С сыростью брать его точно спортзал Оп, оп, оп Он, к сожалению, уже от пола не отскачет Он уже весь рваный Ну, так, вот как-то делали Бывшие обитатели Холмирию До сих пор считают поселок своим домом Здесь их корни В ностальгическом порыве Они приезжают на развалины прошлого Помянуть Счастливое детство Или молодость О Холмирию написаны песни Снято множество любительских фильмов У Седого Урала Там, где ветры вольны В сотни верст от Ямала И от Карской волны Есть поселок Крупица На реке Холмирию Одинокою птицей Он варит в дом краю Жители поселка создали в интернете Для себя виртуальный Холмирию Где продолжают общаться Поддерживать шахтерские традиции И раз в году Поздравляют друг друга С профессиональным праздником А малая родина Навсегда осталась в их памяти Уютным, процветающим поселком Я еду наслаждаться И буду наслаждаться А то, что угнетает Все равно оно уходит во второй план А угнетает одно То, что ты видишь Что твоя родина Прям немножко сыпется и сыпется Этот маленький поселочек Который там Где-то очень далеко в тундре Я там родился Для меня это всегда будет какое-то место Пусть там даже вообще ничего не будет Никаких домов Пусть там будет одно сплошное пепелище Но я туда буду всегда приезжать И я буду знать, что я нахожусь дома 99% были люди труда Как говорится Люди, которые строили для себя И большая часть таких здесь была И которые прощались с поселком Когда закрывали, плакали Они теряли себя Теряли свою родину На небе вспыхнула полярная звезда И если честно уезжать я не хочу Мне не вернуться в это место никогда С таким загадочным названием Хальмерю Я не забуду этот маленький поселок Он навсегда остался в памяти моей Как будто прошлой жизни ледяной осколок С годами сердце обжигает все сильней Субтитры сделал DimaTorzok